здравствуйте здравствуйте мои дорогие и уважаемые мною подписчики ну что сегодня субботнее утро такой ветер прохладный я вам скажу но это хорошо не хочу жары сейчас 7 часов утра смотрите солнце уже светит на всю прямо как будто бы не не знаю 20 дня я сейчас быстренько бегу на рынок у меня знаете как утрешняя субботняя такая пробежка если я раньше могла сесть на машину и поехать то сегодня у меня уже машины нету саша сегодня первый день на работе не знаю как там дела у него так что и боже смотрите это я вчера собрала мусор сегодня у нас мусорка разорвали сволото там же ничего не было банка зущенки наверно вытащили ой как они задыбали сволочь вот тебе сразу с утра дополнительная работа и заряд позитивной энергии как говорится и думала что занести в душ нет оставила но это я сама виновата ладно сейчас собираю быстренько чайку пейну баночку готовлю на замену что-то банка какая-то вот это я не знаю то найду другую банку и бегу за молочком что мы с вами сегодня приготовим кабачки куплю то же приготовим какое-то блюдо с кабачками хорошо все мои дорогие собираюсь что пойдемте мои дорогие потихонечку не спеша потому что я раньше так спешила чтобы не задерживать женщину она говорит да нет не спешить по мне человек езды на автомобильный базар для него это там отдых то он проезжает около девяти так что не спешить я сегодня взяла посчитаю сумочку такую помощнее потому что трехлитрового банка молока в пакете в обычном может просто выпасть и разбиться эти мусор уже люди повыставляли я приду потом смотрите мы последний раз сами ходили такая улица не была узкая да знаете зачем уже деревья распустились уже полностью буйствует лето поэтому смотрите на дорогу выходят ветки и путала думала женщина знакомая думала люба но чужая женщина говорит господи вас такое лицо знакомое а это вы боже почему вас по телевизору не видим либо потому что у меня там нету жалко жалко у пчелки а у нас все хорошо так но не буду рукой шатать потихонечку если что интересно будет я вам покажу смотрите как красиво сделана арка свящие розы да но это же просто такое впечатление что свадьба здесь весь сезон пока цветет роза и во дворе там еще есть но это конечно расположено вообще шикарно посмотрите ну красиво же и такая роза ну вроде бы не сильно полная смотрите как красиво вот если бы она цвела ржтовочка видите как сделано по кругу сеточка пущена тогда саша моему показать чтобы он так сделал и идет красиво бы еще если посадить среди посередине белый куст да было бы вообще изумительно очень красивая арка молодцы я знаю этих людей на буду попросить тросочек посадить под бутылку а так вообще роза смотрите какая полная вот она смотрите такие полные бутоны а потом открывается а может это другая какая-то то нет он один куст видите хорошо собаки нету они здесь один куст и здесь вот второй видите но красиво очень красиво не арка сказка просто сказка аж настроение поднимается показать вы смотрите здесь надя живет картофель видите какой за двором земли мало и люди вот за двором пахают и сажают и у них тут картошка все время такая хорошая ты разговариваю они удобряют горчицу там зерно и вот тоже сосед тоже посадил картошку потому что действительно картошка здесь хорошая земля как говорят у нас целина целина ну никто вины похавлены сады то но надя уже садит наверное лет 10 картошку подряд картошка когда они выбирают виду думаю ну ничего себе на полях такой нету никто не ворует видишь хорошо сделали как-то но я вам скажу что у нас за двором тоже мы картофель садили у нас и очень воровали пока у нас были вот эти алкоголики которые знаете ходят собирают капусту картошку вырывать а потом кого в тюрьму посадили кто умер не стал этих алкоголиков и все и спокойно теперь никто ничего не появите за дворами у нас прямо это же территория даже проезжая часть даже если кто-то вас вырыт вы не имеете права жаловаться потому что это уже общественная территория эти картошечка тоже картошечка кабачки но здесь похуже потому что видно тень от яблони но все равно что-то будет там где поливали ведь возле забора такая высокая здесь маленькая так идемте бы я без молока точно останусь смотрите не знаю кто посадила может нет такие какие-то декоративные ромашечки я видела их на клумбах как красиво смотрится целая целая он туда школе пошло здесь тоже ведь это с домов людям уже показывала определяют такие участочки и какой-то помидорка какой-то огурец вырастет на и сколько много он женщина под домом собает нас первого этажа огород здесь траву надо покосить конечно яблонька видите какая хорошая была пропала это хрущ точно съела ее под низом даже цветом выбрасывала и все пропала здесь вот тоже такая как кумбочка для каждого дома есть кумбочки ну кто их пахает кто нет видите здесь панельный дом красивые балконы чтобы подстраивали потому что нет ни хранить консервацию ты ну вещей конечно у нас хорошо сейчас на и дома взял и потаскал эти вещи перейшла дивиться на мои руки бачите как передавленная сумку несла такая важка думала я как-то удобнее а воно такие ручки что неудобно но зато купила молоко кабачки купила вон сегодня будем работать кабачками и смотрите что хочу вам показать смотрите я смотрю там у дальних соседей роза а тут иду тетя Нина мусор выставляет слева соседка войтенко и не точно такая роза ведь тетя Нина можно я вас украду на то вынесла ножницы я изрезала две такие веточки и сейчас их посажу ведь посажу наверное вот здесь рядом с этой и будет очень красиво если это если вырастет будет переплетаться со светлой вообще будет красота ну короче сейчас переоденусь бутылочку найду и посажу чуть-чуть передохнула слава боже он и жарко было там сдохла пока дошла с той банкой так сейчас я наверное вместе с вами быстренько приготовим не хитрое клубничное варенье потому что большую клубнику покушали а маленькая осталась и чтобы она не пропадала я решила сделать из нее правильно варенье поэтому дорогие мои сейчас мы быстренько сварим не хитроумное варенье просто-напросто засыпаете сахаром и варите ничего сложного так что давайте делать варенье хорошо давайте пошли дорогие давайте сварим вареничка да с клубнички смотрите все хорошую клубнику крупную повыедали а мелкая вот такая вот клубничка но она никто не хочет ее есть постоянно она остается внизу тарелки поэтому я сразу хорошую отобрала а вот такую маленькую где более зеленая пострезала кончики я в кастрюльку где-то здесь в общей сложности килограмм клубники способов варки клубники варенье из клубники очень много но сейчас смотрите я взяла литровую банку сахара и просто засыплю этот килограмм клубники и поставлю пусть клубничка пускает сок можно заварить сиропчик отдельно взять и например где-то стаканчик клубники выдавить сок размешать и с сахаром сварить сироп и залить но я сейчас посадят когда нету времени видишь клубника пропадает и ты бежишь или на работу или на рынок или куда-то вот этот способ отлично все и поставим поставлю сейчас на кухню пусть клубничка пускает сок здесь ничего сложного нету я вам скажу что все все варенье даже если варить сливать варить по чуть-чуть они на вкус почти одинаковые и ягода если плотная она сохраняет свою структуру если нет она разваривается все отношу на кухню лимонную кислоту вот так чайную ложку без горочки посыпем так все не бойтесь не будет кислым потому что если один сахар но вот такое приторное что со временем не может и засахариться нам это не надо правда и сейчас я добавлю туда вот смотрите меня есть палочка корицы вот такая вот вот палочка корицы брошу пусть там поплавает она и можно маленький кусочек бадьян чека зирочки вот так это для аромата все пусть впитывает себя клубника все ароматы а вы хотите клубнички угощайтесь смотри клубники еще осталось видите какой сок этот сок тоже можете слить это клубника которую кушали а сок остался можете слить сюда вот этот вот прекрасный сок видите красивый цвет так все языком не телепает как не телепаем как алла вот это вот стоит здесь пока прихватиться а следим чтобы сахар не пристал ложечкой не по центру так вот по краям аккуратно чтобы не поломать ягоду уже все уже нету сахара а температура он быстро тает и эту корицу туда можно черного перца добавить можно острого перца красного чили добавить тоже это вы уже знаете можете выдумывать что хотите говорится на что вас фантазии хватает все ждем закипит соберу пенку и сразу выключаю пусть варится я вам покажу пойдемте розочка это осыпается смотрите сколько лепестков недолго но вообще от жары и розы все вот видите как эти пооткрывались это рябенька вот и сейчас хорошо видно видите какая она красивая да рябенький цвет такой ну это все и белые красивые просто если что-то ничего не ела ее но вот этот вот прямо букет целый я так хочу такую вот розу темную чтобы она была вот это я посадила здесь под бутылкой вот это смотрите а здесь розовенький цветочек то есть три цветка на одном кусте здесь я посадила такую темную давайте посмотрим что у нас там видите ничего еще не видно вот она видите так вот это под бутылкой так некоторые меня спрашивают как садить розу под бутылкой я вам покажу вот смотрите сюда наливаю воду а как срезать вот смотрите вот вас роза цветет вы берете и смотрите чтобы такие вот видите здесь с листьев пошли такие паганы это уже не годится нужно брать вот одинокий такой цветок вот одинокий обрезаете вот эти прямо видно по цвету светлая ножка тут где цветочек видите вот светлая вот так обрезаете и обрезаете оставляете три листка вот раз два три пусть четыре и вот здесь обрезаете обрезали листики вот так вот срезаем и все и под бутылку вот отсюда пойдут паганы вот тут где листики вот здесь вот в листобура пойдут паганы вот тут вот тут вот тут и примется вот эта роза вся вся спот бутылок я вам говорила и бутылка это пусть стоит аж до весны она вам не мешает просто единственное что вы должны поливать вот видите там розочка так что вот это вигела тоже очень легко вот я возьму меня там просили вот возьму эти молоденькие такие кусты вот они молоденькие я вот так отрежу листики отрываю и тоже под бутылку иду буду поливать и корни пустят я уже витасику возила тернопель и здесь знакомым раздавала очень вигела легко принимается но ведь она немножко подсохла потому что жара стояла неимоверная просто ну и так сегодня надо вечером посадить базилик рассажу его немножечко посажу пусть растет ну и розы красавцы но от жары они моментально вот она какая красивая так смотрите какой вид у нее да и какая она становится какой вареник большой вот когда открывается вот вот прямо горят ну красиво ничего не скажешь ну вот она смотрите я кисту буро так что он вроде так немножко отходы это квасоля спаржевого вообще никудышня перец тоже никудышни тут дырки там вот помидоры вам сейчас покажу смотрите тут у меня падали лишних помидор черри тьма он видите помидоры вон на него на него то помидоры я их рассажу вечером а те между прочим очень хорошо принялись те которые там посадила так что все нормально ну все краткий обзор и вам сделаем между тем как варенье закипает а груша смотрите груша все таки мы ее не можем спасти брызгали брызгали все равно начинают витик кончики и вот эти год кончики смотрите почернеют почернеют и все и все и так каждый год они за потом начнут груши трескаться ну может дай бог в этом году не будет но вообще я не знаю что нужно кто знает скажите пожалуйста что нужно сделать чтобы не было вот таких вот в этом году еще видите серенькое то как обычно но черное становится и все жду жду ваших советов пойдемте вам радугу смотрите какая радуга не дождались мы дождя смотрите тучи небо такое темное а дождя нету поэтому решили клубничку видите я вот здесь вот стул остался вырвала полностью это здесь оказывается мурашки полностью корни по уничтожали вот здесь по уничтожали храбаки потому что погрызли просто я просто базилик видите рассадила у меня базилик там вот сошел его рассадила вот сюда и он будет отличный посмотрите какая красота какая раз какая водичка на на листочках видите ой капает прямо капает на нас игрушки сейчас возьму наверно ножнички по обрезаю вот эти все уже видите дальше не пойдут такие паганы молодые а дальше не пойдут потому что здесь все засыхает видите это второй год такая беда я вам говорила пишите пожалуйста кто что делает так немножко тут тоже бурьян ху-ху-ху вырвала помидорчики видите там он поднялись в ромашке немножко прополола потому что такое пошло ромашка у меня красивая была большая но надо типа бубырышки отрывать но ничего все равно красивенькая видите прямо белая на земле это тля саша побрызгал сливу и он скажу что вот эта слива испугалась что мы ее выбросим смотрите сколько слив здесь сливы такие шикарные такие здоровые видите и вечно не червивы подпадают это угорка вот такая вот такая это испугалась прямо смотрите наверху облеплена сливами а это такая смелая нифига не испугалась есть сливки но немного так что наверно в она пиде вся полностью под хотя с одной стороны немножко не так жарко в гараже день создает она видите там среди сливы какая туча как лыне а вот там подивиться она мадожья поэтому искусственный дождь сделали хорошая такая поливалка это одна женщина мне пишет алла вы не не показывайте не афишируйте что вы поливаете потому что штраф может быть нет у нас не не дачный кооператив у нас своя скважина и мы поливаем своим насосом у нас не централизованная вода что по улице нет у нас такой воды нету у нас канализация яма выгребная машина качает воду мы сами накачиваем поэтому спасибо что вы переживаете за меня но хотя я думаю что знаете скоро такое будет что мы будем платить за то что мы берем воду ну мы то берем кто 9 метров то 15 первые слои плохая вода потому что это туалеты частные сектора туалеты все во всех были это сейчас уже знаете выгребные ямы а раньше когда мои родители когда я в детстве туалеты были на улице и вот слой получается где-то метра три яма 4 и туалет и вот это все первые слоя это туалет мартынчик ну чего тебе там это лазать по тому огороду от скажи поменял масть вообще на такие рыжие 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 ох и мартышка так идемте вам покажу эту господи как она называется вареница я немножко его прикрыла смотрите сейчас вот я собрала немного пены вот пена и сейчас я опять включу остыла видите какая у нас получается масса смотрите сейчас я включу пусть еще раз закипит уже пену можно не собирать выключу то есть закипела выключу закипела выключу чтобы ягодки были целенькие чтобы у нас не развалились так что занимаемся вареньем пусть закипает смотрите остыло варенье и я опять поставила его на плиту она уже закипела но добавила стаканчик сахара то есть литровая баночка и стакан будет достаточно ягода уже поменяла цвет это я уже какой третий раз да третий раз закипятила выключила студила не это четвертый уже четвертый посмотрите какую тут я любую ягоду отберу смотрите видите какая ягодка стала и варенье уже стало такое тягучие то есть закипит еще постоит тут она уже кипит сейчас отключаю постоит еще так не тоже до полного остывания ну что можно так пальчик засунуть температура где-то градусов 40 должна быть потом подготавливать будем банки еще раз закипятим четвертый раз и все и варенье готово смотрите остывает варенье видите какой уже темный цвет ягоды но не надо чтобы он был прочтемно-темно коричневый вот такой коричневато с розовым отливом и должна быть у вас ягода то есть варенье уже нас готово я не буду переваривать сейчас я поставила стерилизоваться банки все простерилизую потом включу кастрюлю и будем разливать варенье пару зрителей мне написала что ну красивее было бы если вы этикетку отрывали поверьте мне что я мою банки и замачивала такой клей что не отдерешь это лучше пусть этикетка будет целая чему такие вот знаете полоски не отодранного клея поэтому спасибо вам за совет конечно но я стараюсь открывать по мере возможности но не всегда получается все стерилизуем баночки каждую баночку минутки по три хотя бы на такой конструкции если у вас нету то пожалуйста можете на чайник крышку открыть и поставить на чайник можете в духовке мне написала женщина можно в духовке конечно можно мои дорогие открывайте духовку и ставьте туда банки но банки нужно ставить абсолютно сухие туда чтобы они у вас не треснули все то есть мой саша говорит а ну зачем ты от все заботишься моя бабушка робила от прямо так на кильце на сонце повице банки и закрывала все стояло рюня сашуня не хочу я так робить бо я так робила раз мне моей кумы свыкруха говорит Алла да я никого не стерилизую я тоже так сделала повешала на забор у нас там еще забор был и у меня пив консервации все зирвало поэтому я за три минуты извините у меня ничего не поменяется поэтому я лучше сделаю как я делала так что все стерилизуем баночки банки достерилизовываются я включила варенье и смотрите нарвала вот такой пучок мяты просто-напросто вот так вот положу здесь сверху вот так вот так смотрите потом я возьму за краешки выброшу пусть мята отдаст вот сейчас закипит варенье и сразу подыму чтобы стекла эта жидкость и выброшу пусть варенье возьмет легкий привкус мяты это будет очень вкусно что ребята я вынимаю эту мяту видите какая она пусть течет весь этот сироп легкий привкус мяты и аромат варенье все равно получит даже от такого количества все все это чтобы ничего не оставалось это выбрасываем что начинаем наливать потихонечку варенье опять-таки ставим на мисочку потому что может капнуть и аккуратно половником чтобы не разламывать ягодки наливаем баночку так старайтесь брать и ягодки и сам этот сиропчик но если сиропчик этот останется обязательно его залейте не надо его вываривать разводить водой компот вы его залейте в баночке закройте а потом с мороженым это будет прелесть все баночка готова плотно закручиваем и переворачиваем следующая баночка точно также звездочку бадья на половинку я уже вытащила где-то попадется корица вытащим корицу не надо сильно уваривать чтобы она стала такое как жевачка тягучая не нужно зачем она остынет станет более вязкой все еще одна баночка и так закрываем все варенье что вам показать смотрите обязательно переворачиваете вот так банки на салфеточку на клееночку на тряпочку на светленькую чтобы вы видели если будут потеки то вы сразу определите что у вас не плотно закрыта крышка обычно вот эти вот крышки которые мы используем второй раз когда мы их открываем и немножко ножичком подковыриваем вот здесь внизу да так вот там может у нас быть воздух и может протекать варенье поэтому посмотрите я закатала баночку потом вот так немножечко покатала по столу чтобы равномерно все распределилось и перевернула пусть себе вот так банка стоит подостынет потом помоем потому что вы же понимаете вот мисочка на которой я наливаю видите немножко есть смотри какой уже прямо гуще гуще становится здесь есть этот сироп поэтому баночка липкая остынет потом помоем ни в коем случае не мойте сейчас потому что было у меня так случай спешу спешу хрусь и все и в мусорку банка лопнула и варенье все в мусорку любая консервация поэтому не спешите все фасую дальше варенье мои дорогие у нас получилось 4 баночки и я думала не получится попробовать так что ну извините скажу когда еще осталось вот последняя собрала еще чуть-чуть видите насыпала эту пиалочку немножко осталось а ну еще варенье конечно горячее ну давайте попробуем все равно хочу чтобы вы увидели какой цвет я по сейчас потому что где какой цвет красивый такой алый не черный ягода такая упругенько чувствуется ну сладкая понятно что сладкая очень очень ароматная мои дорогие очень ароматная с таким вареницем в холодную холодный зимний вечерок попить чайку или приготовить десерт с таким вареньем да ну просто это прелесть а вот палочка корицы которая была ведь она нашлась так и хочется прямо укусить эту палочку но так что мои дорогие варенье вот смотрите видите проверяется качество варенья но но еще теплое вот переворачиваете миску видите еле еле начинает течь вот это вот густота варенье а миска вертикально стоит уже но тогда остынет вообще будет супер капельку варенья капнули проверяете качество варенья так все мои дорогие что захотели варенье покупать самую дешевую клубнику делать варенье зимой вы меня вспомните мои дорогие мы с вами просто молодцы что я могу сказать варенье наварили и на базар сходили розу посадили сейчас я вам себя покажу подождите одну секундочку сейчас вы будете удивлены ай-яй-яй падает алым венок смотрите как красиво да красота страшная сила в украинском стиле снимаем один алла кармен да кармен кармен люблю я подурачиться если серьезно относиться к вещам то извините меня можно просто повеситься на таком кусту розы и на любом дереве так а серьезно мы сварили с вами очень вкусное варенье я уверена что зимой вы меня вспомнить оно такое ароматное и вы вспомните на возьмете это варенье налете чашку чая включите мое видео и вспомните как мы с вами дурачились как садили вот такую красивую розу а весной будем ждать примется она или нет все мои дорогие смотрите мои видео я вас люблю отдыхайте вместе со мной работайте вместе со мной общаетесь со мной пишите рецепты давайте советы я вам очень очень благодарна за это так что спасибо большое до новых встреч дождитесь пожалуйста вернее не дождитесь осмотрите следующее видео потому что она будет из кабачков я поняла что кабачки это дешевый овощ вы можете себе позволить точно так же как и я поэтому мы будем с него готовить различные блюда они не сложны зато очень вкусные все мои дорогие пока этот поцелуй воздушный вам и цветы вам да это